посмотрите что дальше еще одно письмо тут есть когда поселились хотя лучше бы переставить вот так ну ладно и так уважаемая даже имя не говорю почему то вы так то пугались договорились что есть ваше письмо подробно здесь ваши исконечные деревья так и вдруг последний момент это всем надо я пример привел с этим самым с директором завода из города базы который сам снимал все что он натворил а такого натворил 6 миллионов угробил на насаженцы и сам их искалечил листая книгу промышленный сад начинать с того что ничего не знаешь и берешь книгу известного писателя который живет на крайнем юге и давай это сам он угробил сад и сказал мне валерий константинович позвольте меня и кто захочет найдет на сайте или попросит меня внести недавно еще кому-то высылал ну такой же случай примерно называется а база шаг вперед два назад это все честно искренне вот теперь на том свете я бы никогда противоволю бы не пошел и здесь я тоже не пошел здесь письмо а дамы которые мягко говоря это знаете что я сделал уважаю даже имя боюсь произносить вот вначале стер фамилию имя потом стер адрес потом стер ваше письмо обещал а это оставил это что не за краска для садовых деревьев и раньше не обращал внимание если бы была по белкам и написано краска так вот где таилась погибель моя и вот она окрасила свои деревья раз смотрим сюда потом ну здесь плохо видно что красила накрасила потом она это двадцать первый год это еще красота а потом она придумала вот такую защиту и в результате то случилось то чего пусть она на меня не обижаться нету ни фамилии ничего нету ну поймите я должен людей предупредить это просто одна фотография для будущих книги для серии книг у них с тысячи еще будет одна вот и так не а 21 год свежее письмо так вот я и сказал срочно разломать и вот это убрать это ловушка для основания штамба отсюда идет гниение вот и наконец откуда дровишки а еще одну программу покажу видите как там темно там сыра там поверьте мне там нет солнца поэтому то что они начали портиться это уже извините ваша заслуга тут вас никто не кому кто-то этому научил не исключаю то есть хотели спасти от одного и они начали гнить и наконец совершенно творчество я спросил я не знаю откуда вы знаете что прививка была на вишне бесея я уже который раз не не язык не поворачив сказать откуда крупнейший питомник а это случилось когда мне в лоб задавали вопрос называет питомник одно а другое дело сейчас сказать но все таки к этому питомнику надо остановиться бесея высота куста не более полутора метров но это не всегда это я ясно откуда взял с интернета бывает и два метра даже два с половиной и у меня было такое дерево попробовал ягоды и вырубил и все имея сладкие зачем вместо для без сладкого а практически вот такой карази можно на него привить трех этих трех не трехметровый трехэтажный абрикос вот еще раз призываю всех ради этого живу умоляю кто вы выписывали среди вас тоже найдется если даже вас сейчас три сорок ящик слушаю то все равно два три из вас все равно и выписан вы могли не знать там где написано полукарликовый подой это она мы это уже выяснили так вот теперь грозное дерево найти а пока не нашли получается из тысячи тысячи не состоялось а денег умножьте на тысячу там триста пятьсот рублей полмиллиона из кармана а теперь у нас еще на 10 еще на 10 еще на 10 и уже полмиллиарда вы понимаете за все года это просто страшно что творится а теперь скажите живу я ради этого если бы я молчал вспомните человека который отказался от заказа он получил бы то же самое что тот самый сабазе о котором я говорю вот тот тысячи сарицу купил и тут собирался купить тысячи вот в этом садах урала которые до сих пор не признались откуда дровишки и вот получается что вот это мы должны знать вот мы должны обязательно и мне был звонок сегодня валерий конституции научите но выращивать своими руками он не хочет подскажите что подсказать что я могу подсказать когда он по будет шариться по интернету и везде и всюду где он наберет абрикос там будут адреса и будут сотни почти на все будут мои фотографии вот не зря же вырастила выдающие сорта раз они это раз они расхватали их подряд по 5 по 10 по 20 по 50 и по 70 сайтов интернет магазинов присвоили одну фотографию допустим 70 раз другую 50 раз 3 вот это настоящее мошенничество размерах страны я к этому принял в этом участие потому что я не ожидал что это что настолько хороши мои сорта и простенькие фотографии которые я делал по принципу шелку дальше пошел и так вы что получается вот тот кто задавал вопросы я отправил на эту вебинар и сказал вот сейчас уже не сезон а осень начнется и опять буду говорить обратите внимание на то и на это и буду показывать саженцы фотографии с рынка и свои и сергея железова моих друзей вот ради этого живу